Меняются размеры, вкусы и ненужные вещи становятся мертвым грузом. Его отправляют на свалку. Среди хлама на полигонах особенно много одежды. Ее производство и невозможность утилизации негативно влияют на экологию. Руководитель сети благотворительных магазинов Юлия Панарина считает, блузкам и юбкам, как и любому предмету в доме, можно и нужно дарить вторую жизнь. Пути до вещи могут быть самые разные. Люди придают к нам ненужные вещи, книжки, игрушки, постельные принадлежности. Детские вещи, потому что дети очень быстро растут, и эти вещи становятся по факту ненужными. И уже потом они попадают не на мусорку, а идут в благое дело. И даже порванную одежду не стоит отправлять на свалку раньше времени. Ей тоже можно найти применение. К примеру, старые джинсы в умелых руках превращаются в эко-сумки и шоперы. Один из важных советов – это регулярно проверять свой гардероб на нужность-ненужность, а для покупок составлять чек-лист. Чтобы не покупать ненужные вещи. Второй прямой совет, который, естественно, напрашивается, это использовать не пакеты, а эко-сумки, шоперы и так далее. Для походов в магазин. Не покупать, например, кофейные стаканчики, потому что они, если вдруг вы не знали, не перерабатываются. Поэтому тоже можно использовать здесь многоразовые стаканы. Вдумчиво и бережно относиться к природе – не просто дань моде, а уже необходимость, говорят волонтеры организации «Мусора больше нет». Они проводят просветительские лекции в школах, чтобы формировать эко-культуру у подрастающего поколения. Дети – они лучшие слушатели, по-моему. Они очень быстро вникают, они очень быстро активизируются и загораются этой идеей, они хотят этим заниматься, приводят своих родителей к этому. Эко-активисты призывают и взрослых относиться к природе гуманнее. Иначе сегодняшние дети будут жить в мире, где о свежем воздухе и чистой воде можно будет только мечтать. По мнению ученых, экологические проблемы серьезно угрожают планете уже сегодня. Пожары, наводнения, ураганы происходят все чаще. А если не изменится массовое сознание, то климатическая точка невозврата настанет в среднем уже через 20 лет. Эльза Раевская, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.